Прежде чем пригласить первых курсисток на обучение, волонтёры основательно подготовились. Раздобыли оборудование, прикупили расходные материалы, пригласили мастера-педагога. Их ученицам оставалось одно – проявить максимум усидчивости и прилежания. Цель проекта – обучить ногтевому сервису детей с нарушением слуха. Набор проводился методом опроса, методом рекомендаций. И мы набрали пять девочек ответственных. Сейчас они проходят обучение. Это обучение полностью бесплатное. Уже с первых уроков стало ясно, что все ученицы, страдающие недугом, отличаются тонким вкусом, талантом и трудолюбием. Они уверены, каждая женщина должна быть ухожена до кончиков ногтей. Девочки старательно учились на протяжении месяца. В качестве модели они приглашали своих подруг. Теперь без пяти минут выпускницы могут работать как в салонах, так и на дому. Жан-Сая Рахимова мечтает о том, что ее возьмут на работу в солидную парикмахерскую. Ведь глухота – это не приговор, говорит девушка. И рассчитывает, что ей удастся найти общий язык с клиентом. Я очень мечтаю маникр. А что самое сложное? Трудное. Что было? Трудное. Нет, маникр – это легко и древнее есть. Очень скоро студентки получат сертификат. Организаторы надеются, что им удастся трудоустроиться. Вот только в областном управлении, координации, занятости и социальных программ мастеристам все же советуют получить еще и диплом специализированного учебного заведения. В этом году с помощью управления нашли работу 1871 человек с ограниченными возможностями. Мы стараемся найти им работу по специальности, также смотрим на трудоспособность. Находим работу в качестве вахтера или работу за компьютером. Найдут ли пятеро учениц эксперимента работу, пока неизвестно. Однако девушки уже сейчас говорят, полученные в процессе учебы знания и навыки им в любом случае пригодятся. Ведь выглядеть красивой и ухоженной мечтает каждая женщина.